Всем привет, уважаемые зрители! Мы сегодня смотрим строительство культурного кластера, начинаем с улицы Капитанская, я потом приложу карту, чтобы лучше было ориентироваться, ну погнали! В прошлом обзоре можно было видеть здесь шло расширение, произвели выемку грунта, так подрезали склон и пока что из-за погоды здесь дальнейшие работы не ведутся, но идем далее. Идет засыпка траншеи песком. Ну блин, как всегда, начинаешь снимать, останавливается. Звучит музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Движемся далее вдоль улицы Катерная. Впереди там траншея. Тоже укладывается туда труба. Там несколько коммуникаций разных. То есть в прошлый раз это все было зарыто. А сейчас снова эту траншею раскрыли. И сейчас ближе подойдем, посмотрим, что там происходит. Вот слева вот эта вот композиция. Это... Как это называется? Памятник примирения. Сейчас подойдем, там почитаем. Там должно быть написано, что это имеется в виду. Недавно построили. В рамках всего этого архитектурного ансамбля, который тут будет создан. Так, сегодня штормовой ветер у нас. И, возможно, со звуком некоторые косяки. Но... Итак, я приобрел микрофон, который должен свести их к минимуму. Вот мы и приближаемся. Собственно, вот она скульптурная композиция. Субтитры делал DimaTorzok Собственно, вот такой отсюда вид на штормовое море. В общем, мемориал посвящен событиям гражданской войны. Субтитры создавал DimaTorzok Как гласит данная табличка, создан Российским военно-историческим обществом в 2020 году. Мы как-то упустили из виду его строительство, тоже было интересно, работала буровая установка. Под вот этим вот памятником расположены бурнобивные сваи. Здесь траншея уже засыпана песком. То есть, как бы труба лежит на песчаной подушке, сверху также закрыта песком. Вот труба и там что-то еще, я не знаю, кабельные линии, может какие-то. Вот и экскаватор поехал дальше эту работу продолжать. Так, приближаемся к хореографической академии. Вот это вот идет, уходит направо улица Катерна. Вот это сама академия. Сейчас будем подходить ближе, смотреть, как там дела. Здесь уже само здание практически готово. Плавно переходит к благоустройству. Плавно переходит к благоустройству. Плавно переходит к благоустройству. Продолжение следует... Продолжение следует... Монолитные работы уже в высокой степени готовности, но еще не все сделано. Сейчас сильный ветер, поэтому краны в основном стоят. В такой ветер такие высокие работать не могут. Вот тут можно оценить, какой глубокий котлован. Там еще дна не видно. Он укреплен подфорной стенкой из буронабирных свай. Продолжение следует... Здесь, где работала буровая, выполнена стенка подпорная. Я так понимаю, буросекущие сваи использованы. И это позволит расширить улицу Капитанскую. Вот настолько. Напротив театра оперы и балета расположен музейный комплекс. Ну, строится в смысле. Сейчас тоже чуть подробнее посмотрим. Чтобы было понимание, насколько сильный ветер, то кран просто в состоянии покоя стоит. И под действием ветра вот так закручивает крюковую подвеску. То есть, естественно, что работать в таких условиях на кране невозможно. Безопасно. Вот здесь, на территории музейного комплекса, видите, стоит кран красный. По-моему, Демак фирмы. Короче, он стоит на эстакаде. Эстакада сооружена над развалинами старыми храма Иоанна Война. То есть, для того, чтобы его защитить от действия техники. Потому что технику здесь надо располагать, работать. Тут работала буровая, теперь кран стоит. Вот. И для этого соорудили такую мощную эстакаду. И в целом кранов появляется тут. Автокранов много на этой стройке. Значит, уже земляные работы по котловану завершаются. И пошла уже работа по устройству фундамента. То есть, нулевой цикл. Ну, а с этой стороны театр оперы и балета выглядит следующим образом. В Дзене и в Телеграме я публиковал рендеры проекта. Как это будет выглядеть примерно. Опять же, примерно все эти рендеры, это очень примерно. Как это будет на самом деле, никто не знает. Ну, кроме авторов проекта. Будем наблюдать. Вот тут видны закладные под металлические конструкции. Этими конструкциями будет, в общем-то, обеспечена форма. Такая необычная форма этого здания. Сама улица Капитанская выглядит вот так. Ну, проехать здесь реально, но проблематично. И низкие машины вообще могут завязывать. Вот, например, вот там вот выше. Вот он едет. Чуть влево дал и все, и застрял. Мы тут проезжали недавно. И один товарищ подсел, но сам выбрался. Но, в общем, проблематично. И вообще тут, там если есть кирпич, то закрыт. А сюда нельзя ехать. Вот экскаватор Зумлеон. Их все больше на наших стройках появляется. Вот один в Балаклаве работает, другой здесь. И я думаю, что их скоро будет еще больше. Это все та же площадка бывшего механического завода. Здесь вот строится музейный комплекс. Происходит выемка грунта. То есть на каком-то участке уже пошли фундаментные работы, а здесь идет выемка грунта. Вот еще что хотел показать. Уже поставили забор. Намечается реконструкция вот этого обелиска под названием Штекепарус. Он уже пришел в то состояние, в котором ему необходима реконструкция. Небольшой косметический ремонт был ранее, но, видимо, этого недостаточно. И будут в скором времени тут развернуты масштабные работы. Так что во время обозрения самого культурного кластера мы будем наблюдать и этот объект. Здесь буровая установка, которая работала вот там на устройстве подпорной стены возле жилых домов. на улице Капитанская. Вот она сейчас сделает здесь буронабивные сваи. Вот, кстати, раскопали какие-то древние строения. Ну и в целом вот такая вот обстановка. Забор за забором. Вот так. Ну, здесь вот буронабивные сваи сейчас делают. Вот эта дорога идет на Вардбухту. Сейчас перекрыта, там работает техника. И пойдемте посмотрим, что там происходит. Но сначала еще заглянем на стройку. Тут новый вид открылся. Там вон вторая буровая. В общем, что-то намечается серьезное. Вот бетонолитная воронка на переднем плане. И вдалеке лес автокранов. Там уже идут фундаментные работы. Здесь происходит демонтаж подпорной стены. Аптодемия. Вдалеке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...